Хочешь первым получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все. Вуаля. Ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Субтитры сделал DimaTorzok Телефонная маньячела. Это, наверное, я. Давайте аккуратненько вскрывать, смотреть, что нам передал поставщик. У меня их два. Значит, вот этот, по-моему, полностью с аккумуляторной батареей. Вот так, смотрите, хорошо все обмотано. Так, не знаю, правда, с какого края резать. Бульбашки я сохраняю. Ребятушки, одна просьба, особенно те, кто с России. Если вы надумали покупать телефон, покупайте. Если вы просто мне парите мозг, то, пожалуйста, не надо мне его парить. У меня есть кому его парить. Ведем, ведем, ведем. Вау, красава. Ведем, ведем разговоры. Доходит до оплаты. Оплачивать. Все. То бобик сдох, то еще что-то. Вы ж не одни у меня. Так. Ну, смотрите, бомбезны. По-моему, даже здесь есть русская прошивка. Все на месте. Да, лялька. Лялька, лялька, сеточка. Не знаю. Взял сразу с собой на всякие пожарные. О, по-моему, включился. Взял сразу с собой кабель. Думаю, если что, сразу постараюсь его подзарядить. Красавчик, красавчик. Сделаем легкую ему косметику. Перепрошивочку. Вот, видите, такие телефончики получаю перед Новым Годом. Все в оригинале. Никакой китайщины. Так. У этого чела классные всегда телефоны, но не всегда по цене я с ним могу сойтись. Потому что, сами понимаете, каждый хочет заработать, особенно в преддверии Нового Года. Так. Что у нас здесь есть? Меня интересует. Русский язык есть. Тынь-тынь-тынь. Все работает. Давайте средства. Медиа. Так. Сделаем побольше осветления. Вот так. Что у нас есть? Проверяем микрофон. Раз, два, три, четыре, пять. Проверяем микрофон. Е71. Проверяем микрофон. Так. Качеля громкости. Работает. Работает. Так. Погнали. Раз, два, три, четыре, пять. Проверяем микрофон. Е71. Проверяем микрофон. Ну, вроде работает. Отлично. Теперь проверяем громкость, назад, установленный GPS, связь, проверяем, у него есть здесь Wi-Fi, сеть, ух ты, раз, два, три, четыре, всех моих соседей видим глубоко и далеко, отлично. Дальше, карта памяти не установлена, думал она есть, режимы, так, обычные, на улице, не знаю получится включить, а оставьте сим-карт, вот это что, по всех нокиях, давайте хотя бы громкость посмотрим. Вау, родные динамики, ребят, громкий динамик, отлично, так, ну давайте посмотрим его лайфтаймер, так, 92, 7, 0, 26, 89, решетка. 400 часиков, нормально, ну все, красава, зачетка. Так, и теперь, что мы сделаем? Мы, наверное, с него снимем АКБ, потому что там есть телефоны, они без АКБшечек. Да, я не прогадал, так, мобисервис, не затекшая, ну, смотрите, сами состояние, видите, да? Так, что, если захотите, милости прошу, сделайте себе новогодний подарок, я думаю, будете довольны. Так, это был первый посылон. Тун-тун-тун-тун-тун, связь будем проверять потом. Я подумал, но это видео затянется на 3 часа. А что мне потом снимать вам, а? Скажите, пожалуйста. Так, тун-тун-тун-тун. Здесь вот такие красавчики. Так, здесь из всего мне понравился, смотрите, полностью на русской прошивке, лялька. И, что самое главное, ребята, он с родной партой, с Memory Stick, которая шла в комплекте на 32 метра. Давайте сейчас ставим карточку. Этот я уже проверю. Тин-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Аккумулятор. АКБ. АКБ. Это 6230i, камера 1,3 мегапикселя. Проверяем. Так. У меня есть в оригинале на него вообще корпус. Именно родной, не китайский. Оденем, будет цацка. Так что, опять же, можете присмотреться. Тут слегка, ну, тут Децл, легкая косметика, и телефон будет в ажуре. 2005 год, бомба. Все работает отлично. Смотрим по подсветке. Подсветка вся родная, полноразмерная. Дальше. Набираем 477. Громкость. Громкость. Все отлично. Так, давайте теперь посмотрим по громкости звонков. В настройки режимы на улице. Конфигурация. Обычно мелодия. О, открываем и смотрим. Слушаем, по крайней мере. Бомба. Красавчик. Так что присматривайтесь, если кому-то надо, ребят. Без вопросов отсылайте денежку, отсылаю вам товар. Все, бомба. Все. Камера. Что у нас? Да, тут камера есть. Галерея. Вот, память, карту памяти видит. Мультимедиа. Камера. Снять. Так, камера не замыленная. Фоткает четенько все. Ну все, зачет. Дальше погнали. Мне самое главное надо было проверить те, на которые я делал ставки. Остальное просто взял у него паровозом под восстановление. Так, это 6230i. Дальше. Взял вот такие, ребята. Я взял лот из четырех телефонов. Ну, скорее всего, это трупяки. Если не трупяки, то какие-то проблемы, потому что было написано. Телефоны, знаете, как и пышут, не проверялись. Если человек, который торгует телефонами, они не проверялись. Ага. Ну, по крайней мере. Вот что получается, что я говорил. Битый дисплей. Видите состояние? Значит, включается. Нужна будет замена дисплея. Модель называется RM1037. Я даже не знаю, что это за модель. Или 105-й, или 108-й. Они все на одно лицо. Но будем доставать на Новый год фен и работать им. Далее. Взял вот такой вот еще. Модель называется 6220. Да? 6220 классик. Так. Взял еще аккумуляторную батарейку. Я все-таки сделал ешечку. Отдельным видосом запилю. Посмотрите состояние ешки. С предыдущего видео можете вот сюда перейти, посмотреть. Телефон зверь, ребят. Уже на русской прошивке. Лялька. Так что имейте ввиду, кому надо. Можем сразу. Батарейку не поставлю. Не могу проверить. Сейчас пошел. Ага, есть. Вру-вру-вру. Вру-вру-врушка. Врушка-врушка. Так. Включается она сверху. Ого. Вибрация. Слышали, как? Завибрировал. Ну, опять же, взял его. Ой, Юли, Павел. У него дисплей еще потекший. На картинке я этого не видел. Я думал, корпус только. У него и дисплей еще потекший. Ну, ладно. Буду смотреть. У меня много доноров. Но... Почему я всегда просчитываю перед тем вложением? Стоит ли очинка выделки или нет? Ладно. Будем пробовать. Вот так здесь работает. Чик. Шторка на камере. Сделано красиво. Мне нравится. Тут, наверное, диод стоит или что. Для вспышки. Ну, прикольно смотрится. Так. Модель еще раз. 62. Ой, 62. 20C. Классик. Так. Красавчик. Так. Следующим номером нашей программы. Вот такой вот. Ну, это, скорее всего, труп. Потому что видно, что телефон скрывали. Это уже из практики. Видите? Короче, сборная солянка. Выкинуть жалко. А давай поставлю общим лотом. Камеры нету. Смотрю. Не вижу. Глазка сейчас увидел. Присмотрелся. Дисплей коцнутый. Если видите, черное вот пятна. Короче, чтобы не выкинуть. Давай поставлю. Сделаю. Так вот делают лот. А, включилась. Даже удивительно. Смотрите, ребята. Включилась. Но буду опять же мучать. Если включилась, значит, что сертифицирована. А если сертифицирована, почему нету русской раскладки? Скорее всего, сборная солянка или запароленная, или залоченная. Но будем пробовать. Пусть лежит как донор, жрать не просит. Дальше. Взял вот такой. Думал, может, о чем не шутит. Вдруг работает. Ну, не знаю. Модель называется C1-01. Короче, да. Еще один лот я взял. Вот у него, думаю, ну... Так, вибрация пошла. Скорее всего, проблемы дисплеем. И освещения нет. Да. Опять же, под восстановление. Эти дисплеи только появятся. Так, у меня таких телефонов. Но у меня с Германией от Рихардса штук пять таких лежит. Как раз пойдут доноры. Вот, смотрите, какой я взял. Видите? Состояние. Но зато у него родная материнка на русском языке. Внутреннее, смотрите. Вот это пломбочка-лялька. Есть у меня оригинальный шикардосный корпус на него. Одеваем его в шикарный корпус. И телефон кому-то опять же служит верой и правдой. Дай бог только дисплей. Видите, как я на вот этом не досмотрелся. Что у него коснутый дисплей. Потек. Дисплей не оригинальный гривен 80, а оригинальный гривен 150 будет стоить. Поэтому, как я обычно делаю, я беру убитые телефоны, но стараюсь спрашивать у продавца, чтобы был живой дисплей. Продают его за копейки сборную. И тогда снимаешь с него запчасти, какие надо. Так, что по меню смотрим. Ну, вроде все работает. Настройки. Так, темы, сигналы, дисплей. Режим ожидания, цвета. Ну, вроде все работает. Что-то дисплей плывет. Или там его разбирали. Ну, сделаем, чтобы не плавал. Вроде работает. Так, моделька у нас называется C5 или C3. Ох, зрение, ребята. C300. Сейчас скажут, что ты как пишут? Что ты за мастер-криворучка? Не знаешь модели телефонов? Ну, вот так. И два гостя еще. Да, вот оно, конечно, по-жлобски. Так, вот он, Е71. Но, если честно говоря, я его купил ради материнки. Потому что у меня есть шикарный корпус в оригинале. И X2, кто знает. Сейчас давайте проверим этот. Вообще, включается он или нет. Так, на месте индикатор не плавал телефон. Оно включается. Да, включился. Клавиши все горят. Клавиши, правда, затертые. Ну, включился. И на этом спасибо. Да, видосик, смотрю, уже затянулся на 16 минут. Но вы просите постоянно, чтобы я вам пилил побольше видосы, подлиннее. Поэтому, получите дубль 2, распишитесь и не говорите, что не слышали. Все работает. Так, меню. Так, что у нас? Так, медиа. Камера. Ух ты. Аккуративая. Ну, все замылено, поэтому. Далее. Выход. Меню. Тебю. Так. Где у нас? Назад. Настройки. Так, режимы. Так, а ну, сейчас посмотрим громко. Все, вот оно. Тих-тих-тих-тих-тих. Куда-то пану. Сейчас сделаю на полную катушку. И теперь послушаем звонок. Что-то звук забит. Надо чистить динамико-сетку. Да, скорее всего, от пыли забит. Ну, ничего. У меня есть белоснежный корпус. Поэтому сделаем лялечку. На праздники не спеша. Сделаю красавчика с данного телефона. Так, все работает. Проверю микрофон. Проверю все. И отдельным видосом вам, ребятки, запишу. Так. Ну, и X2. В нем нет. Это болячка этих телефонов. У них идет алюминиевая вот эта вот крышка. И вот здесь такая стоит штучка. Она от долгого пользования просто вылетала. Это с того лота, где под восстановление. Тоже какие-то, наверное, проблемы. Ну, как обычно, дисплеем. X2-02, по-моему, моделька так называется. Но он с русской прошивкой. Видите, ребят? Тоже музыкальный телефон. Вот клавиши доступа быстрого. Фотоаппарат. Громкость качеля. Карточка смотрю. И вот они, чтобы включить плеер. Ну, так приблизительно можно по менюшке полазить. Если приблизительно ты знаешь, где что находится. Это, например, у нас камера. Проверить, работает она или нет. Выбрана память телефона. Видите? Работает, сохраняет. Ну, рабочие телефоны. Просто над ними надо постараться, потрудиться. И будут красивенные телефоны. Правильно? Они уже не будут как новыми. Так как и люди. Но чем отличаются телефоны от людей? На них можно купить оригинальные запчасти. И они будут иметь вторую жизнь. Ладно, ребятки. Спасибо, что смотрите меня. Вот такую сегодня шикарную посылочку от одного получил. И от другого получил. Значит, что у нас сегодня? Два Е71. Этот вообще класснючка. Е71, Е71. С3. 62.20. 61.23. X2. C1. Вот такие телефоны сегодня я получил. И на праздниках буду восстанавливать. Если кто-то захотел купить, пожалуйста, пишите. Электронная почта сразу внизу в описании. Всегда ваш мистер Гудмобайл. С наступающими Новыми Годами и праздниками всеми. Всем. Все пока. Ждем новых видосов. Ждем новых видосов.